Это называется теорема Балинского Яда. И это уже с 50-х века. 81-го. Теорема Балинского Яда изучается в следующем. Не существует правила. Так что, одновременно. Первое. Выполнено правило КОТО. То есть, что такое работа. То есть, МВТ. Это либо целая часть от ПВ или НВ. Либо соответствующее число. Ну или иными словами, разница между рынком и вот этим вот числом не может быть больше единицы. Округление всегда либо мерки до низкого. Выбираешь, по целому, с той стороны. Вот. И второе. Нет продовольств населения. Нет продовольств населения. То есть, не может быть так, что взяли два набора. Значит, один набор по ИТЛИ, другой набор по ИТЛИ. И, соответственно, во втором наборе по ИТЛИ растет сильнее, чем тоже ИТЛИ. Но при этом, после раздачи мотатов, получается, в обратном направлении. А что такое растет сильнее? Растет в сумме, в диаметическом смысле или... Диаметическом, конечно. На большее количество процентов. На большее количество процентов. Есть первый набор по ИТЛИ, ПН, который приводит к распределению ИТЛИ. Соответственно, есть второй набор по ИТЛИ, ПН, который приводит к набору ИТЛИ. Соответственно, получается, что ПИТЛИ на ПИТ больше, чем ПЖТЛИ на ПЖИТ. Но при этом МИТЛИ на ИТ строго меньше, чем ПЖИТЛИ на ИТ. То есть, тут важно что-то есть на строге. Если равно, то ничего страшного. Например, у меня уже будет считать, что на середине ИТЛИ на 100 сентября, но при этом представительство не упало, в отличие от ЖИТЛИ, у которых не изменилось. Правильно, это зависит. Вот такая. От набора ПИТЛИ на это не было. Нет порядка. Нет порядка. Крема нужна по монотонности. Если у нас ПИТ оказалась больше, чем ПЖИТЛИ, то тогда и с мандатами будет точно так же. То есть, если ПИТ больше, чем ПЖИТЛИ, то тогда, если ПИТ тоже больше, чем ПЖИТЛИ. Считается лучше. Потому что если это не так, то, во-первых, если ПИТ равно ПЖИТЛИ, то тогда это будет сделано из нейтральности. Да. Потому что тогда мы переставим, и тогда из того, что переставится, то просто начинка меняется. А вот если больше, то нарушение будет если будет меньше. Значит, если ПИТ строго больше, чем ПЖИТЛИ, но МИТ строго меньше, чем НЖИТЛИ, то получается катокс населения. Значит, то получится катокс населения. По именно так получиться. Мы скажем, что у нас ПОИТЕ-ШТИХРОНО ПОЖИТЛИ, а ПОЖИТЕ-ШТИХРОНО ПОИТЕ. ПОИТЕ-ШТИХРОНО ПОИТЕ. ПОИТЕ-ШТИХРОНО ПОИТЕ. ПОЖИТЕ-ШТИХРОНО ПОИТЕ. Это у нас кто растет сильнее. Значит, наоборот получается, что здесь на глистах, то получается, что ПОИТЕ... Пыла большая стала матой кем, а пожитое было маленьким, а стал большим. То есть тут получается, что Пи-5-4-1, а Пи-5 будет финиш. А с мандатами наоборот. Соответственно, из-за нейтральности мандата тоже нужно приняться места. И, соответственно, по обществу. Понятно. Так, так вот, теперь, когда у нас есть монотонность, можно создать мандат. Значит, теперь теория будет следовать из-за народа. Тут будет всего четыре штата. И до того... ...выносили 75... ...69 тысяч... ...900... ...19900... Здесь 5200... ...здесь 05000. В общем, в сумме 100000. Можно лишние нольки убрать, если хотите. Соответственно, вот эти вот нормы вдоха времени будут. 699... ...1,99... ...1,99... ...0,52... ...и 0,5... ...и 0,5... ...и 0,5... ...соответственно, дальше что получается? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Значит, смотрите. На сумме населения 100000? Да. А, вместо 10? Да. Тогда предстоит 10 тысяч. Да. И вот это, получается, то, что есть у населения, на население предстоит 10 тысяч. Понял. Получается, вот такие вот... Значит, такие цифры, которые надо купить. Дальше. 699 по правилу квоты округляется точно не больше, чем до 7. Значит, на 1,99 округляется точно не больше, чем до 2. А вот эти вот в сумме, значит, эти получаются как следствие. Надо считать, что вот из этих получается, что вот эти вот в сумме будут больше, 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 больше 1. Но при этом из-за монотонности получается, что вот здесь не меньше, чем вот здесь. Значит, вот здесь точно 1. Сейчас не понял. Не больше 7, не больше 2. Всего 10. Всего 10. Значит, сумма 2 и 3 не меньше 1. Да. Сумма 2 и 3 не меньше 1, но при этом у 2 не меньше, чем у 3. Да. Значит, у 2 единицы. Всё, вышло. Мы ничего не надо. Значит, вот здесь получается ровно 1. Да, больше если бы не может и закутать, а меньше 1 тоже не может, иначе не сойдется. Значит, это до изменений. Вопрос для изменений получается следующее. Значит, штриховывайте. 68 тысяч. Значит, а здесь будет 5500, 5600, 5700. То есть вот этот штат немножко уменьшился, а вот этот цикл уменьшился, а еще чуть-чуть подрастает. Ну, тут сумма, может быть, не крупная получается. Ну, в общем, если это посчитать, я просто помню какие-то цифры, то тут сумма уменьшится, и получится так, что вот тут стало чуть-чуть больше, чем 8. 8. 8.02. А вот, ну, примерно. Там вот точно здесь будет. А тут будет 0.65, 0.66, 0.67. КОНЕЦЕННОВА Значит, ну, там что не было. Это было с плитой, да. Вот будет да, если я сделаю вам три. Я говорю, что это на самом деле есть. Я думал, что это на самом деле. И это я очень непосередная. У кого нет, поиск. И здесь ручка нет. Когда у меня scrappaj é a 0. То есть все, а?.. Это тоже отводится. если уже три. Значит, у этого ноль, у этого ровно ноль. Ну и что, где же природокс населения? Ну, а природокс такой, что вот здесь был один матрас, но при этом здесь население выросло, а у первого упал, да, у первого упал, а при этом у первого был не больше 7, а у второго был один и настал ноль. Ну вот, вот и парадокс. Такая теорема у невозможности. Ну, это из-за того, что мы должны жестко попадать вот в этот отрезок. Ну, тут все использовалось. То есть тут в догадастей использовалось и природокс населения, и... Нет, нет, я не про догадастей, я про то, что в некотором смысле неестественным является первое условие. Потому что вот когда вот 8,02, так уж настаивать, что это так уж сильно отличается от 7. То есть вот это... 8,02, это же почти что 7. Ну, почти 7, да. Ну, нет, все-таки, скорее, почти 7,99. Не, ну да, это правда, что тут такая... И вот это правило атомности, оно такое непрерывное в природе. А вот тут явно такие скачки получается, да, что вроде как с 7,99 до 8,02 изменили, это почти не важно. Неважно. А раньше не могли сделать 7, а теперь уже не нужно. Ну, да, но, может быть, и сзади это так. Ну, и на самом деле тут еще один из вопросов, да, что вот здесь получается... И, конечно, мы можем всегда играть в единицы, в единицы, если мы вообще всегда хотим обеспечить представительство всех. Да, а почему уходят разнообразные барьеры? Ты прохожу на мест парламент, что, как бы, есть... Как бы, есть естественный барьер в процентах — это единицы и число мест в парламенте. Да, то есть если партия набрала меньше, да, если, как бы, 50 мест понадобится, то есть партия набрала меньше двух процентов, то непонятно, почему я хотя бы одно место не нуждувать. Но, с другой стороны, если у нас федеративное государство, то там вроде бы любой ребенок может быть представлен в зависимости от населения. Да, поэтому... Ну, вот хорошо, в США есть большие штаты, есть маленькие, но пока что нет ни одного настолько маленького, чтобы у него по этому правилу получалось бы меньше одного голоса. Да, там есть некоторые типа язвы, которых один голос. Меньше одного никого не получается. Но потенциально, правда, так что и не так. Да, соответственно, можно будет сделать так, чтобы их не обидеть, да, чтобы у них хотя бы один голос точно был. Ну, и вот в той статье, где Боринский Янг доказали, что у тебя не мог, там они еще и сформулировали некоторые правила, которые гарантируют всем хотя бы один квадрат, и при этом довольно хорошо. Так, наверное, насколько возможно, хорошо работает. Относительно парадокс этих правил повода. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ...